Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, многие слышали и уважают, что несколько лет назад появилась такая новая штука, как виртуальная реальность С чего можно сделать два на самом деле будут? С одной стороны, это самое глубокое видео из всех, которые у нас есть на сегодня Если у вас есть или был опыт использования виртуальной реальности, то вы поймете, что качество погружения непосредственно в среду Оно огромное и непередаваемо, не сравнимо ни с чем, что у нас было на сегодня С одной стороны А большая часть информации мы получаем визуально В данном случае мы можем взять еще больше информации, потому что мы это время получаем по всем каналам Во второе, для того, чтобы детям было интересно чем-то пользоваться Это должно быть круто в их среде Только когда это круто в их среде, они начинают активно подталкивать друг другу к этому И на сегодня нет ничего круче детской среде, чем виртуальная реальность Поэтому не использовать этот тренд было бы, мягко говоря, не очень умно А помимо этого, я думаю, что большинство из вас представляют виртуальную реальность как какие-то сложные устройства Которые очень дорого стоят и прочее, прочее Но около года назад, чуть больше года назад Былось такое устройство под названием Cardboard Что оно из себя представляет? Это картонная коробка, в которую можно вставить любой смартфон Ну, более-менее нормально, по крайней мере И этот смартфон превращается в устройство виртуальной реальности На сегодня уже продано 60 миллионов таких устройств по всему миру И по прогнозам аналитиков в ближайший год будет продано еще порядка 200 миллионов Соответственно, это устройство стоит около 5 долларов И доступно, очевидно, для любых видов образовательных учреждений Школы, институты, даже в нашей стране И говорят, что более разным Что? 5 минут Хорошо Собственно говоря, несколько лет назад, пару лет назад Мы пришли к подобным выводам И год назад выпускаем первый проект Который... Который начали экспериментировать в подобном формате Значит, первый проект, который мы сделали Это создался InMines И был посвящен исследованию плавного мозга Игрок Одеваясь в распределительной реальности Попадает из плавного мозга Проницает по глазному нерву И здесь Постараясь у нас произнести максимально очень постоянную Работая над частной СМГУ И сейчас сама в себе достаточно жесткая То есть, когда видна виртуальная реальность И... Как бы... Фокусируется на телевоспущенных нейронах Таким образом их успокаивает Ну, выпустили эту игру Как для больших устройств фокуса В iOS Так и для модельных устройств И удивительным образом Да, она была выпущена из них Креди бесплатные Можете скачать и использовать как угодно На сегодня мы уже собрали Больше полумиллиона пользователей Находят 105 R-приложений в мире на андроиде И, в общем, получила очень... Большой резонанс После этого мы сделали второй проект Он уже чуть более образовательный И имеет еще более глубокий устрой Называется Game Cell И, в общем, мы уже путешествовали В клетку Живую Игра тоже достаточно вонстая Это обычные конки Которые я Речу от мембраны Литвовой клетки Со мной гонится вирус Своей задачей прийти в яру Но вокруг мы видим Всевозможные органы Мы выбираем Куда лететь Влетим мы в ней в ней Соответственно Игра тоже выпущена И сегодня Тоже является бесплатной Тоже можете использовать Если хотите На сегодня мы готовим Еще несколько проектов в этой же серии И надеемся Таким образом Сделать так, что люди Приходя домой Хотели играть в такие игры И таким образом Хотели получать 5-10 минут Образование в мире Для продолжения всей своей жизни Если большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сергей, мы благодарим вас за выступление Если у кого-то есть У нас есть Прям полторы минуты на вопросы Если кто-то хочет Задать вопросы Можете поднять руку Подойдем в микрофон Есть ли вопрос? У нас дальнейшие планы По созданию Еще нескольких подобных игр Потом создание платформ С одной стороны Для упрощения их создания А с другой стороны Для их воспространения Наша попытка Взаимодействовать с нас С учреждениями Более церковной бесполезной На сегодня По крайней мере Поэтому мы Напрямую Ориентируемся На конечных пользователей И если к нам Обращаются за правами Мы их конечно ожидаем И в общем Так как для нас По многому Как это сказать Кормически позитивные Деятельности Мы тут не особо Гонимся за Сергей, можно А я Честно говоря Прошу Три кусочек Как вы Рассказали про Ящик Гордованный И Гордованный Если все поняли Хорошо, есть Такое устройство Называется Гордовский Трой В Гордовsehen Заслоняя От всего остального В этом смысл Нет Это картонка Там Там картонка И линзы Таким образом Вставляя Телефон Уже Программа Разбивается В две части Имеет две картинки Для двух глаз Проходящие Прохрестные Человек Человек Восприниматель — это как виртуальная реальность. Слушай, читал? Да, наши игры работают на Cardboard, в частности. Cardboard. C-A-R-D-P-O-A-R-D.